Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, рад новой встрече с вами. Хочу отметить, что температура наружного воздуха наконец-то в Европе несколько понизилась и появились более-менее комфортные условия для европейцев для проживания на европейском континенте. Но, глядя на Республику Казахстан, я вижу, что температура внутри политической жизни резко повысилась, исходя из событий, что происходит сегодня в Казахстане. Первое, конечно, что бросается в глаза – это резкий рост инфляционных процессов, связанный с ростом цен на продукты питания, товарно-народного потребления, и особенно на сахар, на лук, на картофель, на мясо, мясо птицы, молоко, творог, масло и так далее. И в связи с этим, я думаю, что для населения Казахстана, в отличие от европейского населения, комфортных условий на этом этапе развития экономики Казахстана не предвидится. В этой связи хочется отметить, что Тукаев оказался очень способным учеником, проходящим обучение под руководством бывшего министра иностранных дел Каната Саудабаева под кодовым названием «Церковое искусство». Он очень хорошо усвоил все церковые трюки и, выполнив требования женской части на султана Назарбаева, семьи Назарбаева, он отправил свою жену Веру назад в Москву, так как она и пришлась не ко двору в Республике Казахстан. Благодаря помощи Дарьги Назарбаевой, Тукаев получил должность министра иностранных дел Республики Казахстан, а человек, который уговорил на султана Назарбаева пригласить Тукаева для работы в системе иностранных дел нашего государства, вновь был отправлен в Турцию на султаном Назарбаевым. И, как видим, назначение Тукаева на должность министра иностранных дел Казахстана было делом подковерным с участием Дарьги Нурсултана Назарбаева. Понимая, что господин Тукаев, учитывая опыт привлечения выходцев из нашей Республики, Республики Казахстан, специалистов, работающих в системе Министерства иностранных дел Союза СССР в дальнейшем России, без какой-то, я бы сказал, мохнатой руки, которая могла бы прикрыть в любой момент того или иного представителя Казахстана, имел негативный опыт. Я уже раньше говорил, что первый казах, который работал в Министерстве иностранных дел, Тюрекулов Назир, который был постпредом Союза СССР в Королевстве Саудовской Аравии, к сожалению, в 1937 году был расстрелян. И второй опыт использования тоже бывшего министра иностранных дел Казахстана, Малико Фазылова, имел свой негативный момент. Его просто отправили в далекую жаркую Африку, в Марокко, где он просидел практически до пенсионного возраста. Ну и еще один опыт был, назначение на должность чрезвычайного полномочного посла СССР в Замбии. Это был Мирошин Олег Семенович. И в связи с этим, понимая, что у Тукаева в Министерстве иностранных дел Союза СССР Российской Федерации не было никакой поддержки, Савдобаев уговорил Назарбаева пригласить Тукаева в систему Министерства иностранных дел. Далека, которая поддержала Тукаева, она имела, конечно, свои далеко идущие планы в этой связи. Полученные уроки циркового искусства от Савдобаева Тукаев широко применяет в своей практике в должности президента Республики Казахстан. Это очень хорошо проследуется в ходе расширенного заседания правительства, в котором принял участие Тукаев 14 июля 1922 года. В ходе заседания проследуется та же самая практика на султана Назарбаева, лейтмотив которой не меняется и гласит «Царь хороший, бояре плохие». Забывая о том, что президент Республики Казахстан в соответствии с Конституцией нашего государства является непосредственно руководителем исполнительной власти и вместо того, чтобы устраивать разгоны в виде компанейщины, необходимо трудиться, засучив рукава президенту Республики Казахстан, а не работать на публику, устраивая шоу для большого круга граждан Казахстана, не посвященных отношениям между правительством и президентом нашего государства. Если говорить, положа руку на сердце, то нынешнее правительство работает с января месяца 2022 года, после известных январских событий. Тукаев принял решение и распустил правительство. Затем он согласовал и назначил нового премьер-министра и министров. А сам Тукаев работает с 2019 года. Четыре года, которые прошли под его руководством, дают основания сказать, что президент Казахстана явно недорабатывает, а сегодня пытается приложить свои недоработки на вновь назначенное правительство, которое работает всего в течение полугода. Я почему-то вспомнил сразу Рубаи Амархайяма, в котором он говорит, «Почему же, скажите, Творец наших тел, даровать нам бессмертие не захотел? Если мы совершенны, зачем умираем? Если несовершенны, то кто брак одел?» Мы видим, что в своем Катрене или Четверостище Амархайям обращается непосредственно к Богу и говорит «Ну, если мы совершенны, так почему Ты, Всевышний, нас не сделал бессмертными? А если несовершенны, значит, ошибался кто?» Вот так мы и говорим о Токаеве, который назначил правительство, а если назначено им правительство и министры не исправляются со своими обязанностями, то должен нести ответственность Токаев наравне с тем правительством, которое он назначил, установил, назначил министра. Ну, мы видим, что заседание правительства Токаев вновь поднимает одни и те же самые вопросы, которые он поднимал и ранее, и до него, начиная с 2013 года, поднимались вопросы обеспечения продовольственной безопасности, энергетической безопасности. И самое интересное, что на заседании, расширенное заседание правительства Токаев вдруг расписывается в беспомощности и говорит «Два года тому назад я давал поручение сделать то-то и то-то, но, к сожалению, правительство заволокитило его исполнение, а планы и публичные заявления остались на бумаге, и проекты строительства этих центров остались невыполненными». Ну, что это такое, когда президент на глазах у всего казахстанского народа расписывается о беспомощности, то нужно было принять соответствующие меры и потребовать немедленного исполнения этих всех поручений. И вновь он поручает правительству, которое не справляет с своими обязанностями, выполнить это поручение и привлечь дополнительных инвесторов. Решение реэкспорта продукции принимается без учета товарного баланса, что приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. Эффективность, как говорит Токаев, существенно падает. Но простите меня, во все времена в Казахстане, ну, может быть, до этого правительства, до этого президента, все знали, какая продукция у нас в Казахстане есть, сколько продуктов питания по всем категориям, и все всегда знали, что у нас есть, а что необходимо срочно завести. А здесь какая-то, ну, я бы сказал, отступническая позиция в этой связи. И вновь он дает поручение правительству правительству, и говоря о том, что, наверное, вряд ли это будет выполнено. Он отмечает низкую эффективность стабилизационных фондов, которые превратились в кормушку над добросовестных лиц, и с этим, говорит, надо разбираться. А почему не дать задание прямо на расширенном заседании соответствующим органам провести проверку по таким-то вопросам, принять соответствующие меры и дать предложение на стол к такому-то сроку? Это что за такая отступническая соглашательская позиция со стороны главы государства? Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Но в этой ситуации можно просто поставить заслон, ужесточив контроль над использованием бюджета. И в этой связи я просто не хочу повторять то, что сказал Токаев, но меня поразил один маленький момент. В условиях сложной международной обстановки возрастает актуальность продовольственной безопасности, история которой длится с 2012-2013 годов. Рост мировых цен на продукты питания достиг уже 34%, на пшеницу до 47%. Из-за засушивания погоды снижается урожайность в странах Евросоюза, в Соединенных Штатах Америки на этом фоне в Казахстане наблюдается замедление темпов роста сельского хозяйственного производства. Каким образом рост цен в Европе на продукты питания в Соединенных Штатах Америки, в Казахстане наблюдается снижение роста сельскохозяйственной продукции? Каким образом это может влиять? Профильное министерство докладывает президенту Токаеву, что в 2023 году Казахстан достигнет независимости по мясу птицы. Доля импорта на сегодня составляет 40%, колбасные изделия 44%, рыба доля импорта составляет 60%. Из ранее введенных семи сахарных заводов действует только четыре, которые загружены всего на 31%, на одну треть. А почему, что Токаев, президент и премьер-министр не говорят о том, что эти все сахарные заводы, сахарная отрасль Казахстана была отжата Доригой Назарбаевой и Рахатом Алиевым у добросовестных бизнесменов? И после того, как поднялся вопрос о том, что сахарная отрасль находится в руках Дориги Назарбаевой после смерти или убийства Рахата Алиева, мы все видели неуклюжие действия в переписывании этих активов на подставных лиц. А почему нельзя было сказать, что это саботаж со стороны, это диверсия со стороны Дориги Назарбаевой? И по мясу птицы то же самое. Но султан Назарбаев захватил все птицы фабрики в Казахстане через подставное лицо Сарсена Варашида все эти птицы фабрики были забраны в руки Нурсултана Назарбаева, прибраны к рукам и на сегодня идет явный саботаж в дальнейшем развитии птицы фабрики выращивания мяса птицы. Почему об этом не сказано? Почему не было сказано о том, что все мы вернем назад в государство? Тукаев говорит о том, что 550 каких-то объектов компании вернули в государство и теперь будут продаваться эти объекты. А почему эти объекты не вернут в подлога в государство? Кишка Танкавову Тукаева. Тукаев опять дает поручение разработать проект развития сахарной отрасли цель постепенного перехода к самообеспечению. Был момент, когда Казахстан практически обеспечивал себя и еще отдавал Советский Союз сахар. И следующий вопрос, который поднял Тукаев, это состояние сельскохозяйственных машин, тракторов, комбайнов. Я специально взял, поднял данные. Оказывается, в Казахстане сегодня 148 тысяч тракторов и по итогам работы за прошлый год обновлено всего 3,8%. А элитские работы в области сельского хозяйства говорят, что 80% машинно-тракторного оборудования отработало давно свой ресурс. И если поменять весь ресурс, машинно-тракторный ресурс сельского хозяйства, понадобится ни много ни мало. По Трамп 26 лет, а по комбайнам и того больше 30 лет. И удивительно сегодня, когда вдруг Тукаев заговорил о том, что нужно поддерживать какие-то производства отечественных комбайнов, тракторов. А где они у нас в Казахстане? Самые лучшие варианты отверточное производство – это понижение квалификации работ, понижение квалификации рабочего класса, отъезд квалифицированного рабочего класса за пределы Казахстана. И сегодня продолжается в Казахстане отъезд высококвалифицированных рабочих, и Казахстан находится на первом месте среди европейского сообщества по части отъезда квалифицированного персонала. И в этой связи, когда Тукаев разводит руками и говорит, что у нас и семеноводство не на высоте, что всего 51% картофеля мы сами обеспечиваем семенами и всего 10% сахарной свеклы, необходимо вновь возрождать опытные поля, опытное хозяйство и заниматься выращиванием семян сельскохозяйственной продукции. А что же делали эти годы все? Цифровизация идет немедлительным образом, и президент как бы в шутку начинает говорить о том, что он объявляет выговор министру, который подвел премьер-министра. То есть, понимаете, дорогие мои друзья и соотечественники, это просто шоу, отработанное между президентом и правительством, чтобы показать народу Казахстана, что вот единственный президент Тукаев борется за улучшение положения дела, а это правительство бездельники ничего не делает. Мы это уже все давным-давно проходили. И тут новшество, что проекты будут реализовываться на территориях, и акиматы будут нести ответственность наравне с министрами. Ну, дорогой президент, тогда вы проведите тотальную децентрализацию всех этих вопросов и спрашивайте строго акимов регионов. Вы же их связали по рукам и ногам, и сегодня только четыре региона у вас являются избыточными с точки зрения бюджета, а все остальные регионы дотационные. И как можно таким области или города дотационного действовать, если он по рукам и ногам связан с вашими министрами, вашим правительством? Вообще диву даешься, когда на таком уровне, я даже сказал бы так, пусть это грубо прозвучит, это заседание, расширенное правительство Республики Казахстан с участием главы государства президента Тукаева, я называю детской игрой взрослых людей на зеленые лужайки. По-другому, ну никак невозможно это назвать. А вот сейчас, дорогие мои соотечественники, ни правительство, ни президент никогда вам не скажут того, что скажу сейчас я вам. В Казахстане наблюдается деградация здравоохранения. Все видят, что качество здравоохранения упало. И все это подчеркивают. Качество образования. Как только фонд образования у султана Назарбаева начал заниматься под руководством его дочери, то, естественно, уровень образованности и качество образования понизилось. Деградация машиностроительной перерабатывающей промышленности. Если на период распада Советского Союза обрабатывающая промышленность ВВП Казахстана насчитывала 16%, то сегодня она составляет всего-навсего 3%. Легкая промышленность имела 15% в объеме внутривалового продукта Казахстана. Сегодня составляет 0,1%. Это только представить себе. Легкая промышленность полностью завалена. Казахстан имел ни много ни мало почти 12 ширинных объединений, фабрики. Среди них были такие гиганты, как Алма-Атинский хлопчат бумажный комбинат, Симпалатинский комвольный суконный, Кустанайский комвольный суконный комбинат, комбинат шелковых тканей в Ускногорске, фабрика Рассвет в Ускногорске, ширинные объединения имени Гагарина в городе Алматы, трикотажное объединение Дзержинского. Единственный флагман был по трикотажным изделиям в Республике Казахстан. Хлопко-предельная фабрика, обувная фабрика ЖТСУ. Все модники, молодые ребята, покупали эти туфли и были красивые, удобные. Сегодня все это кануло в лето. Подъем экономики Казахстана обусловлен не инновационными и технологическими прорывами, а ростом котировок на нефть, углеводороды и металлы. Я вспомнил, когда был министром энергетики и природных ресурсов, мы добывали 25,2 миллиона тонн нефти и газового конденсата. Переработка составляла из этого объема 18 миллионов тонн. Это 71% добываемой нефти и газового конденсата шло на переработку. Это как раз та прибавочная стоимость, о которой говорил великий Карл Маркс, который является мерилом повышения капитала. Прошлый год мы закончили с добычей нефти 85,7 миллиона тонн. Переработка этой нефти составила 15,8 миллиона. В 18-91 году, в 15-8, в 2021 году переработка была продукции. Явно уклон взят на сырьевую направленность. Разговоры о расширении линейки качества производимых продуктов нефти и газохимии остаются только на уровне разговоров. В Казахстане действовало 20 предприятий нефтехимии, и все они сегодня уничтожены. Несмотря на то, что основой экономического роста является прибавочная стоимость, мы с вами имеем в Казахстане на сегодня конкурентноспособный сектор только в сфере добычи сырья и первичных продуктов его переработки. Нужна глубокая переработка этой продукции. Не лучшим образом положение дела складывается в сельском хозяйстве. По сравнению с тем же 90-м годом объем или доля сельского хозяйства в валовом продукте Казахстана уменьшилось в 6 раз. Количество поголовья скота, крупнорогатого, уменьшилось на 2 миллиона голов. Мелкорогатого скота, овцы, козы на 16 миллионов голов к уровню того, что было в 91-м году. Вот и подумайте, дорогие мои друзья. А об этом просто ничего не было сказано ни с точки зрения правительства, ни с точки зрения президента. И особенно хочу остановиться и сказать, что иллюзию полной занятости в республике Казахстан правительство и руководство Казахстана добились, выведя за пределы рынка труда около 3 миллионов граждан Казахстана, назвав их самозанятыми и обложив их соответствующими налогами. Вот, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, дорогие мои казахстанцы, земляки, мы видим, что сегодняшний Казахстан не имеет развитой обрабатывающей промышленности, не имеет развитого сельского хозяйства, а все проекты, все соответствующие программы, которые должны решить диверсификацию и динамичное развитие этих отраслей народного хозяйства с целью дальнейшего улучшения благополучия и повышения уровня жизни казахстанцев, попадает в разряд казахских народных сказок, поскольку после помпезных разрезаний лент эти проекты канут в лето, другие проекты тихим сапом обанкротятся, как будто их и не было, деньги, выделенные для этих целей, как правило, разорваются, поэтому в данной ситуации президент Казахстана после такого разноса правительства должен был поставить оценку неудовлетворительной работы правительства Казахстана, дать соответствующее поручение, а мы видим, что на следующий день Смаилов проводит заседание правительства и уже отчитывается перед президентом, что они делают в адрес той критики, которая прозвучала 14 июля 2022 года. Это еще раз подчеркивает эти самые церковые трюки, это все сговор, это все отработанные варианты для обывателя, который не ведает, не знает, какие взаимоотношения сегодня в Казахстане между правительством и президентом нашей страны. Видимо, наступает такой период времени, когда народ Казахстана должен спросить президента Казахстана, поскольку 4 года уже на исходе, его деятельность на посту президента, и пора уже спрашивать, почему в Казахстане нет улучшения положения дел. Дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, как видите, эти приукрашивания, которые сегодня имеют место, а на проверку оказывается ситуация намного сложнее, намного тревожнее, или как хотят ее представить вернее. Я еще забыл сказать, что в свои нулевые годы мы, Казахстан, начинали с нулевым государственным долгом. Сегодня же мы имеем ни много, ни мало, а 20 триллионов тенге госдолга. И правительство доказывает, что это не так страшно для Казахстана. Вместе с тем, в 2023 году 1 триллион 200 миллиардов тенге нужно будет из бюджета заплатить за использование кредитов, которые правительство берет для выполнения бюджета. Уже пошли вход в кредиты, по крайней мере, в прошлом году было заимствовано 1 миллиард 200 миллионов для того, чтобы исполнить бюджет. Дефицит бюджета уже установлен в 3,15 процента завышения. Поэтому прошу вас, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и только вместе сообща мы можем изменить положение дел, потребовав от президента, от правительства скорейшего оздоровления экономики и решения всех вопросов. До новой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok